Уникальные кадры. Чкаловские вертолетчики проводят летно-тактические учения. Десятки многотонных машин готовятся к взлету. Задача отработать их вывод из-под удара на аэродром рассредоточения. Задействовано более 20 единиц авиационной техники. На счету каждая секунда, но проверка всех вертолетов на готовность к полетам проходит строго по правилам. Так, непосредственно перед взлетом специалисты еще раз осматривают воздушное судно. Сам взлет уже яркое зрелище. Вертолет словно демонстрирует всю свою силу и мощь. На мгновение он зависает в воздухе перед тем, как набрать высоту. За считанные минуты летательные аппараты один за другим устремляются вверх и покидают аэродром. Цель – максимально сжатые сроки подготовить машины, выполнить запуск и взлететь – достигнуто благодаря слаженной работе военнослужащих. Оказаться на борту настоящего военного вертолета – возможность уникальная. Здесь стоит такой шум, что я практически себя не слышу, но вот что удивительно – дискомфортно или чувство страха не испытываешь. Конечно, вертолетом управляют настоящие профессионалы своего дела. За штурвалами опытнейшие летчики. Ощущается, что каждый из членов экипажа – неотъемлемая часть этой многотонной машины. Четкость действий, способность понимать друг друга с полувзгляда, словно единый механизм, они взаимодействуют друг с другом, выполняя сложные задачи, свою трудную, ответственную и опасную работу. Управление вертолетом требует ювелирной точности. Со стороны видно, как идеально держат строй винтокрылые машины. Их полет напоминает парад, и преодолев километры, вертолеты выстраиваются в две ровные шеренги. Они приземляются на аэродроме рассредоточения. Еще одна цель учений достигнута. Уже не первый год люди работают в составе данных экипажей, соответственно, все знают, что каждый должен делать. Экипаж – это одно единое целое, а весь полк – это одна большая семья, которая работает четко и слаженно. После боя сердце просит музыки вдвойне. Эта знаменитая фраза и сегодня отражает истину. Культурная программа – важная часть учений. Это поддержка артистами, военнослужащих – уже традиция. На импровизированной сцене – ансамбль песни и пляски Воздушно-космических сил России. Песни, которые в какой-то степени отражают и наш настрой, и в целом броня, просто вот это вертолетное. На территории нашей дивизии также проводятся различные спортивно-массовые работы. Позволяет командный дух проявить свою сплоченность и лишний раз доказать, что мы большая, огромная наша такая семья. Спорт – залог здоровья, а вот на страже ментального здоровья стоит психологическая служба. Что стоит отметить, перед учениями военнослужащие в обязательном порядке общаются с психологом. На основании его заключения допускаются к полетам. В один из дней учений состоялся полет в крупнейший в России военно-патриотический парк-комплекс Вооруженных сил Российской Федерации «Патриот». Чкаловские вертолетчики посетили различные экспозиции парка, одна из них – «Дорога памяти». Она подробно рассказывает о каждом из 1418 дней Великой Отечественной войны. Я потрясен, потому что это очень большой парк. Прочитал многое то, что я даже не знал. История нашей войны. Погуляли по самому парку, посмотрели различную технику, русскую, заграничную. Нужно с векой семьей, с векой детьми прививать нашу историю, патриотизм, чтобы дети знали с детства. Итог учений. Летный состав полностью справился с поставленными целями. Чкаловские вертолетчики показали высокий уровень профессионализма, сплоченности и готовности к выполнению поставленных задач по предназначению. Руководством учений была поставлена высокая оценка вертолетному полку. Субтитры создавал DimaTorzok